Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И в этом видео речь пойдет о группе риска, которую мы видим по результатам, ежегодным результатам, проводимых нами психологических обследований. Хочу подчеркнуть вот эту фразу. В разные годы, функционирует лаборатория с 2002 года по текущее время, 2016 год, группа риска в наших таблицах, в наших базах данных Excel, составляет от 19 до 22% в разные годы. В какой-то год это 19%, ну понятно с десятыми, и в какой-то год это 22%. Соответственно, от, как правило, от 700 до 1000 работников, проходящих ПФО в нашей лаборатории. Будь то очно, будь то дистанционно. Соответственно, в разные годы, понятно, что в разные годы количество обследуемых лиц разное, но в целом в среднем оно составляет от 700 до 1000 человек ежегодно. Соответственно, и группа риска, понятно, из чего складывается. Для себя лично я определяю примерную группу риска, то есть это те люди, которые отнесены нами во вторую группу с формулировкой, выявлены единичные неблагоприятные особенности, ограниченно годен, составляют порядка 20% для меня в разные годы. Средняя цифра это 20%. На этом, пожалуй, все, о чем я хотел сказать. Задают мне такие вопросы наши контрагенты, а вдруг вы нам там что-то напишите или работники не пройдут такое обследование. Вполне вероятно, они могут быть отнесены в первую, вторую группу, вторая группа это группа риска и не дай бог в третью, когда работник совсем признается негодным своей деятельности. Вот на этом все, пожалуй. Задавайте свои вопросы под этим видео, пишите мне на электронную почту, если такие возникнут вопросы существенные, значимые. И, соответственно, задавайте их. Персонально будем разбираться и буду вам отвечать на эти все вопросы персонально, приватно. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Продолжение следует...